Привет, друзья! С вами Джин Лав. И в этом видеоуроке мы научимся добавлять страницы. Произведем некоторые настройки и установим плагин. Итак, поехали. Смотрите, заходите в панель управления своим сайтом. И первое, что я вам покажу, это как добавлять страницы. Я покажу несколько способов, как добавлять страницы. Смотрите, наводите на надпись страницы, потом выбираете добавить новую и нажимаете добавить новую. И у нас появилось такое вот окошко, где указывается название страницы, здесь контент страницы. Вот, это один из способов. Нажимаем удалить. Удалили. Второй способ. Вернемся на свой сайт, нажмем на домик. Второй способ. Когда мы находимся вот здесь, у нас сверху написан плюсик и добавить. Наведя на него, у нас откроется подменю, в котором мы выбираем то, что мы хотим добавить. Например, страницу. Нажимаем страницу. И также у нас открывается эта форма окна, где добавляется страница. Нажимаем удалить. Третий способ добавления страниц, это следующий. Например, сейчас давайте нажмем консоль, обновим, да. И следующий способ добавить страницы, это такой. Наведя на страницы, потом выбираем все страницы. Тут у нас будет всегда отображаться все наши добавленные, сохраненные страницы. Нажимаем все страницы. Смотрите, тут вверху есть кнопочка добавить новую. То есть мы также можем добавить новую страницу. И еще один способ, как добавить страницу. Например, мы сейчас это опять обновим. Выберем сюда, нажмем добавить страницу. Вверху укажем название страницы, допустим, как посадить дерево. Щелкаем сюда. У нас внизу появляется ссылка. И нажмем кнопочку опубликовать. Смотрите, когда мы нажали кнопочку опубликовать, то есть мы как бы сохранили эту страницу. У нас вверху появилась также кнопочка добавить новую страницу. Еще одну. То есть вот все способы, как добавлять страницу. Сейчас давайте посмотрим на ссылочку, которая у нас получилась. Смотрите, идет ссылка название нашего сайта, а потом какие-то непонятные цифры и что-то непонятное. Это не совсем красиво. И поэтому для того, чтобы у нас здесь отображалась корректная ссылка, нам это надо изменить и настроить. Итак, делаем следующее. Здесь удаляем страницу. Нажимаем удалить. Сейчас у нас это удаляется. Далее. Мы наводим на надпись настройки и нажимаем постоянные ссылки. Следующее, что мы здесь делаем, это ставим галочку названия записи. У нас здесь появилась такая надпись PostName. Все, поставили галочку названия записи и прокручиваете вниз и нажимаете сохранить изменения. Нажали. Теперь возвращаетесь сюда, наводите на страницы, нажимаете добавить новую и также пишем для примера. Как посадить дерево. Кликаем сюда. И вот у нас здесь уже отображается покрасивее. За место такой непонятной ссылки, состоящей из цифр непонятных и букв английских, у нас уже появилась надпись «Как посадить дерево». Нажимаем кнопочку «Опубликовать», то есть мы ее сохраняем и публикуем. Теперь, смотрите, нужно сделать еще одно изменение. Смотрите, давайте сначала просмотрим эту страницу. Нажмем «Просмотреть изменения». Нажимаем. У нас открывается новая вкладка и мы видим эту страницу, название этой страницы «Как посадить дерево». Вот. Но если нажать сюда, то здесь, опять же, какая-то непонятная ерунда. То есть вот тут написано, как посадить дерево, и как бы не совсем хорошо. Если эту ссылку скопировать, скопировать эту ссылку и вставить какой-то документ, какой-то блокнот, или мы захотим этой ссылкой кому-то поделиться с людьми в социальных сетях, то у нас это не получится, потому что ссылка имеет вот такой вот непонятные такие вот буковки, цифры и так далее. И вот именно такой ссылкой мы нигде не сможем поделиться в социальных сетях либо еще на каких-то там сайтах и ресурсах. И нам нужно сделать следующее. Нам нужно это тоже изменить. Итак, я вам это показал. Теперь вернемся назад. Вернемся на... Нажав вкладку, либо вот эту, перейдя к своей странице, либо вот здесь, нажав надпись «Редактировать страницу». Вот вы также вернулись на эту вкладку «Как посадить дерево». Либо здесь переключились, либо сюда нажали «Вернуть». Теперь давайте ее удалим. Нажимаем «Удалить». Удаляем эту страницу. Удалили. Дальше мы сделаем следующее. Для того, чтобы наши ссылки были правильными и правильно отображались, нам нужно установить плагин. Что такое плагин? Плагин – это расширение для нашего сайта, которое дает новые функциональные возможности и новые какие-то преимущества и плюсы. Наводим на плагин и нажимаем «Добавить новый». Сейчас сделайте все так, как я делаю по шагам. Смотрите. Теперь внимательно вот эту вот надпись прочитайте и запомните. «Куртулат» и вот здесь «Даль». Прописывайте на надпись именно вот эту вот. «Куртулат Эханцет». Прописывайте ее, запоминайте и прописывайте вот сюда. Прописали. И дальше нажимаете «Энтер». И у нас высветился вот такое вот изображение с таким же названием плагина. Смотрите. Добавлять плагин мы можем двумя способами. Первый способ – это загружать из самого такого сайта официального WordPress. Вот у нас система управления нашим сайтом WordPress. И плагины мы можем загружать из их системы. Вот. Это мы пишем название сюда плагина. Тогда мы из системы загружаем их. Если мы хотим загрузить отдельно, да, мы можем нажать кнопочку вот здесь «Загрузить плагин». Можем нажать, и тогда мы плагин можем загрузить с нашего компьютера. Но предварительно нам нужно этот плагин откуда-то с интернета скачать. Этим способом мы пользоваться не будем, и будем пользоваться способом самым простым, а именно из-за поисковика. Итак, выбрали. Название у вас должно быть таким. И нажимаете кнопочку «Установить». Далее нажимаем надпись «Активировать плагин». Все. У нас он установился и активировался. Если у вас написано название плагина «Curtulat EconSend» и написано внизу «Деактивировать» и «Изменить», значит он у вас все стоит, все активировано. Теперь вернемся на нашу главную страницу вот сюда. Нажмем на «Консоль» и обновимся. Далее. Теперь еще раз попробуем добавить страницу. Наводим на страницы «Добавить новую». И еще раз пропишем это название. «Как посадить дерево». И теперь у нас уже отображается ссылка правильно. Смотрите, идет название нашего сайта, а потом по-английски прописывается «Как посадить дерево». По-английски. Нажмем «Опубликовать». Дальше. Нажмем, допустим, вверх «Просмотреть страницу». Итак, теперь смотрите, этой ссылкой мы можем скопировать ее, да, и где угодно поделиться. То есть в любых социальных сетях. Благодаря тому, что мы установили плагин, и теперь у нас все показывается правильно. Теперь вернемся назад, нажмем «Редактировать страницу». Сейчас произведем небольшие настройки перед тем, как наполнять страницу каким-то контентом, текстом, картинками и так далее. Смотрите, нажимаете на настройки экрана, и смотрите, у вас должны стоять такие же галочки, как у меня. Атрибуты страницы, миниатюры записи, английская такая надпись «Selete out» и так далее, да, вот, должна стоять галочка, и количество столбцов должно стоять точка 2, и галочка должна стоять растягивание редактора по высоте в полном режиме. Вот так вы должны все выставить и оставить. Остальных в местах вот здесь вот галочек «Быть не должно». Нажимаете. А теперь буду показывать, как наполнять контентом страницу и ее редактировать. Смотрите, чтобы добавить какую-то картинку на вашу страницу, вы нажимаете на кнопочку «Добавить медиафайл». И выбираете из своих картинок библиотеки, да, можете выбирать любую картинку. Допустим, я выберу вот эту. И нажимаю «Вставить страницу». Вот. И вот она у нас здесь. Также, смотрите, можно ее, нажав сюда, можно ее также перемещать. Вот она у нас стоит в таком положении, можно поставить ее посередке. То есть, если мы обновим страницу, то наша картинка будет посередине стоять. Можно слева расположить ее, а можно справа. Смотрите, также можно менять размер и расположение самой картинки, просто брав за уголки и растягивая ее. То есть, она будет либо больше, либо меньше. Вот. Далее. Смотрите, по поводу картинок. Еще покажу, что. Сейчас нажимаем на крестик, удаляем картинку. Опять наводим на «Добавить медиафайл». И смотрите, если вы хотите добавить какую-то новую картинку, нажимаете на надпись «Загрузить файлы». Далее нажимаете «Выбрать файл». И здесь у себя на компьютере, ну, просто любую картинку выбираете, загружаете себе на сайт. Нажимаете «Открыть». Выбрался этот файл, выбралась картинка, нажимаете «Вставить страницу». Вот она здесь. Дальше. Смотрите, мы можем также прописать здесь какой-то текст свой. Допустим, кликнем вот сюда. И будем пропишем какой-нибудь текст, любой. Вот, прописали. Нажмем «Обновить». И теперь нажмем «Просмотреть изменения». Вот у нас здесь обновилось. Нажмем сюда, еще раз, ну, на всякий случай обновим. И посмотрим, что вот. И вот, что у нас получилось. Страница называется «Как посадить дерево». Здесь такая картинка. Здесь идет текст, и потом он сюда вот переносится. Смотрите, для того, чтобы разместить по-другому, мы можем сделать следующее. Мы можем, нажав, поставив полосочку вот сюда, да, нажимая «Пробел», его отодвигать можем. Далее, нажав «Enter», мы можем расположить его ниже. Ну, то есть здесь такая же работа, как в любом текстовом редакторе. Также мы можем изменить картинку, сделать ее поменьше, растягивая или уменьшая, и так далее. Поставив ее посередине, допустим. Вот. Обновим страницу. Закрою здесь. Нажму «Просмотреть изменения», и вот у нас смотрим изменения. Картинка уже посередине, текст внизу. То есть, вот таким образом здесь все настраивается. Но, как мы видим, здесь немного различных вкладочек для редактирования и написания контента. Вот, допустим, если мы выделяем текст, мы можем, нажав на «Б», будет он жирным у нас, да, будет жирным текст. Выделив и нажав кнопочку «И», он будет таким вот под наклоном, да. Также можно поставить сюда полосочку, нажав это, будет отображаться как цитата. Давайте это посмотрим. Обновим. Вот. Обновим, здесь закрою. Нажму «Просмотреть изменения». И, видите, здесь вот отображается как цитата. Цитата – это значит, ваш текст будет выделен вот такой вот рамочкой. Далее. Здесь закрою, вернусь к редактированию. Смотрите, также этот текст можно располагать как по левой части, он автоматически, и также можно посередине, можно справа. Также к этому тексту можно привязать любую ссылку. Например, выделяете текст. Выделяете этот текст, нажимаете вот сюда вот, добавить ссылку, и сюда вставляете любую ссылку с компьютера. Ну, например, ВКонтакте, да. Я скопирую свою ссылку ВКонтакте, копировать, вставить. Смотрите, если я хочу, чтобы посетитель сайта, нажав на вот эту вот мою ссылочку, она у него открылась в новом окошке, новое окошко открылось, тогда я ставлю галочку вот здесь, нажимаю «Добавить». Обновляю страницу, нажимаю «Просмотреть изменения» и проверяю, что у нас получилось. Ну, здесь на красный плохо видно, но пойдет. Смотрите, допустим, я навожу вот сюда, сразу вот эта надпись «Ссылка». Нажимаю сюда, открывается страница ВКонтакте. Закрываю это все дело. Теперь возвращаю сюда. Дальше. Если вы хотите удалить ссылку с текста, то тогда нужно сделать следующее. Нажимаете вот сюда, на такой вот значочек второй «Удалить ссылку». Смотрите, здесь у нас этих элементов мало. Для того, чтобы у нас было больше возможностей настраивать страничку, да, и больше различных полезных вещей, нам нужно также установить плагин. Но перед тем, как установить плагин, давайте я вам еще раз покажу, какой макет страницы вы можете отобразить на своем сайте. Итак, протягиваем немножко вниз. Смотрите, как в прошлом в одном из видео я говорил, что каждую страницу вы можете отображать по-разному. Допустим, выбрав такой вариант, поставь галочку сюда, у вас будет страница во всю ширину, и не будет никаких боковых колоннов. Вот здесь нет боковых колонок. Так, пропишу ниже различных букв просто для примера. Вот, выберем галочку сюда, то есть мы отображаем нашу страницу в таком макете, где нет боковых колонок. Нажму «Обновить». Теперь нажму «Просмотреть изменения». Протягиваем вниз и смотрим. Видите, у нас отображается во всю ширину описание и текст, да? Во всю ширину. Давайте еще раз изменим ее немного. Вернемся к редактированию. Мы ставили в предыдущем такой значок цитата, да? И у нас он выделял это красной рамочкой. Уберем это, чтобы не было никаких цитат. И кликнем сюда и растянем побольше картинку. Разделываем ее побольше. Нажмем «Обновить». Вернемся на эту вкладку. Обновим страницу. Смотрите, периодически бывает так, что вы обновляете страницу, но никаких изменений нет. Значит, нужно закрыть сюда. И вот здесь вот нажать «Просмотреть изменения». Вот, то есть, видите, у нас идет картинка больше стала, потому что мы ее увеличили, и текст идет во всю ширину. Дальше. Что мы еще сделаем? Теперь давайте поставим эту страницу с левой боковой колонкой. Поставим галочку здесь. И также обновим страницу. Нажмем «Обновить». Здесь закроем. Нажмем «Просмотреть изменения». И теперь у нас страница. Слева идет боковая колонка, а справа наша картинка и контент, текст какой-то. Закрываем это дело. Дальше. Теперь все так же. С правой боковой колонкой обновляем. Просматриваем изменения. И видим. Теперь колонка боковая справа, а контент слева. Закрываем. Теперь поставим две боковые колонки. Обновляем. Смотрим изменения. И теперь у нас картинка справа, а слева две боковые колонки. То есть вы понимаете, что каждую страницу вы можете отобразить так, как вам нравится. Теперь можно сделать, чтобы посередине это отображалось, либо вернуть к макету основного шаблона. Вот здесь вот, как тема у вас установлена. Вот сюда галочку ставите, и у вас тогда она будет отображаться, как по умолчанию у вас установлен макет темы. Нажмем «Обновить». Здесь закроем. Просмотрим изменения. Вот как по умолчанию по макету у нас стоит, да? Тогда вот так. Далее. Закрываем здесь. И смотрите. Сейчас перейдем к тому, чтобы установить плагин, для того, чтобы у нас было больше возможностей настройки и писания различного контента. Итак, опять нажмем «Новую вкладку». Сейчас нажмем. Потом перейдем сюда, во новой вкладке. И дальше, смотрите, делаем все по шагам так же, как я. Нажимаем «Плагины». Наводим на «Плагины». Потом нажимаем «Добавить новой». Дальше. Вам теперь нужно прописать название такого плагина, который называется «VP-Edit». Вот это название плагина вам нужно прописать. Прописать это нужно вот здесь. В поиск. Вот здесь прописали название плагина. Нажимаете «Enter». И вот этот плагин. Нажимаете «Установить». Сейчас он у нас загружается. Далее нажимаем «Активировать плагин». «Активироваться». Теперь у нас появляется вот такая вот страница. И смотрите. Что мы будем сейчас делать? А мы будем сейчас расширять нашу панель. И делать мы будем следующее. Смотрите. Наводим на «FontFamily». И переносим это... Вот сюда, слева. Потом наводим «FontSize». И также переносим это вверх. Далее наводим на вот такую вот букву «А». И переносим тоже ее вот сюда. Также далее наведем на «Formats». И также перенесем это вот сюда. А теперь нажимаем кнопочку «Save Button». Теперь нажимаем на «Консоль» и обновляем эту всю страничку. Смотрите. Теперь давайте вернемся к той странице, где у нас было редактирование контента, да? Нашего на... Где у нас была наша страница «Как посадить дерево». И возьмем ее и обновим. Нажмем «Обновить». Вот у нас сразу появилось несколько дополнительных значков для редактирования этой страницы. Здесь нажимаем «Закрыть». Здесь нажимаем кнопочку вот такой вот. И у нас еще внизу открывается дополнительный элемент. Итак, смотрите. Поехали. Семейство шрифтов. То есть, когда вы пишете какой-то текст, да, любой текст, вы можете этот текст писать любым семейством из шрифтов. Например, я выбираю какой-то шрифт, допустим, такой, да, и пишу. И шрифт будет такого семейства. Или я могу выделить любой шрифт и выбрать другого семейства. Допустим, Георгия. То есть, и шрифт будет иметь совершенно другой вид. Георгия. Ну, на маленьком размере это не сильно заметно. Но стиль шрифта меняется. Здесь мы выбираем стиль шрифта, каким мы хотим прописать. Вот. Следующее. Что еще можно сделать? Также мы можем поменять размер шрифта и установить размер шрифта. Допустим, я хочу писать покрупнее, с размером покрупнее. Вот 20 пикселей. И пишу большими, да. Вот. Дальше. Или я хочу выделить какой-то шрифт и сделать его больше, меньше или еще меньше. Очень маленьким. Или хочу сделать очень большим. То есть, это все меняется. Это все настраивается. Дальше. Что еще у нас здесь есть? Также мы можем менять размеры по форматам. Ну, как бы заголовки. Вот если заголовки, то вот такие вот заголовки есть. Если строки, то вот такие, подчеркнутые и так далее. Если блоки, то абзацы и так далее. То есть, вы также можете выбрать заголовок, да. И вот раз, видите, все изменилось. Это еще дополнительные настройки. Вот. Ну, я к заголовкам редко прибегаю при написании текста. Лучше всего использовать стандартные какие-то шрифты, какие вам нравятся, и размеры, какие вам подходят. Да. А к заголовкам стараться особо-то и не прибегать. Они как бы неудобны. Дальше. Смотрите. Любой текст вы можете сделать любым цветом. То есть, нажимая, выделяя текст, нажимая кнопочку A, слева подчеркнутой, выбираете, каким он будет цветом. Также можно заранее задать, какой будет цвет. Допустим, ставим где-нибудь палочку, откуда мы хотим писать. Вот. И нажимая на кнопочку A, вот здесь выбираем цвет, допустим, синий. Теперь я буду писать синими буквами. Далее. Здесь идет у нас также выравнивание по ширине. Что это означает? Если мы можем выделить какую-то часть, да, текста, и нажмем выровнять по ширине. И он нам это все выровняет по ширине страницы. Вот такая тоже есть возможность. Дальше. Подчеркнутый. То есть, мы текст можем свой подчеркивать. Нажимая сюда, мы подчеркиваем весь наш текст, да, какой выделили. Далее. Очистить. Но это не нужно пока. Еще, смотрите, полезная функция. Стрелочки отменить. Нажимая стрелочку назад, мы отменяем один шаг назад. То есть, мы до этого подчеркнули, теперь отменили подчеркивание. Следующее. Вы можете выделить фон. То есть, допустим, выделяете какой-то текст и нажимаете на цвет красный, да. И что будет? У вас будет текст черный, а сзади него красный. Или, допустим, наоборот, желтый. Вот, желтый. Текст черный, а сзади желтый. То есть, это настройки текста. Так же, как я и показывал ранее, можно текст ставить по левому краю, по середине, по правому краю и так далее. В общем, вам нужно самим поэкспериментировать с каждыми кнопочками, да, и потом нажимать обновить страницу, а далее нажимать просмотреть изменения, либо здесь. Итак, и потом вы будете сразу видеть, какие у вас изменения, как она отображается. И настраивать это то, как вы сами хотите. Вот, мы научились создавать и редактировать страницы. И теперь давайте научимся их удалять. Смотрите, нажимайте на редактировать страницу здесь. Первый вариант, вы можете нажать здесь, удалить, и она удалится, эта страница, да. Второй вариант, вы можете нажать на все страницы, и здесь нажать удалить. Если вы нажмете изменить, вы опять попадете на панель прописания контента на вашей странице. Я нажимаю удалить. Удалил. Нажмем вот сюда, и все обновим. Смотрите, в этом видеоуроке мы научились создавать страницы, и их прописывать, контент на них, и по-разному их отображать. В следующем видеоуроке мы создадим меню для нашего сайта с помощью страниц. Увидимся в следующем видеоуроке. С вами был Джин Лав. Пока.